Древнегреческие мифы Которому отец Дедал сделал скрепленные воском крылья Для того, чтобы тот мог улететь с острова Крит Икар полетел, но совершенно забыв наставление отца И увлекшись красотой полета, поднялся очень высоко к солнцу Оно растопило воск, скрепляющий крылья И молодой человек рухнул в море В общем, все умерли Похожая история приключилась и с немецким Икарусом Классической прогрессивной рок-группой начала 70-х Именно классической, потому что если вы хотите послушать Как тогда звучала европейская рок-музыка Вы должны поставить эту пластинку Группа образовалась в городе Гамбург И довольно быстро нашла контракт на недавно созданном лейбле Плюс Большинство музыкантов Икарус были профессионалами Поэтому им не потребовалось много времени Чтобы осуществить проект Лидера группы мультиинструменталиста Йохена Питерсона Который, собственно, продюсировал альбом И был одновременно основателем лейбла Плюс Лейбла очень маленького, но значимого в истории германского прогрессива Его дискография насчитывает всего три альбома трех разных групп Tomorrow's Gift, Wind и Икарус Все три альбома сейчас являются дорогими коллекционными редкостями Но ценятся меломанами и специалистами Также за превосходное качество музыкального материала И высочайший уровень записи Единственный альбом Икарус, вышедший в 1971 году Состоял из четырех длинных композиций Полных сложных аранжировок Многослойных партий различных инструментов Психоделических студийных эффектов Эпизодических, но очень эффектных струнных вкраплений И прекрасных импровизационных моментов На саксофоне и флейте от лидера коллектива Открывающая вторую сторону 11-минутная композиция The Raven Основанная на поэме Эдгара Алана По Является самым сложным экспериментальным треком на пластинке С блеском выполнив поставленную задачу И не найдя дополнительного стимула для дальнейшего существования Музыканты Икарус разошлись в разные стороны И только Йохен Питерсон остался на виду Одновременно прославившись как продюсер культовых прогрессивных лейблов Включая знаменитый Brain Отметим его блестящую работу с группой Корнукопия на пластинке Fullhorn Так и в качестве сессионного музыканта И постоянного участника довольно популярной Прифанкованной рок-группе Brandy Pony Напоминаем уважаемым слушателям Что все пластинки, о которых мы рассказываем в наших обзорах Представлены в оригинальном виде в магазине Donbini Все их можно послушать А при непреодолимом желании даже приобрести Удачи! Субтитры подогнал «Симон» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры подогнал «Симон»